В Ярославской области этой ночью скончался водитель автобуса, который столкнулся с грузовиком накануне. Много детей по-прежнему в больницах. Те, кто не пострадал, размещены в гостинице. Сегодня за ними приедут родные. Последствия аварии могли быть куда серьезнее, если бы водитель автобуса в последний момент не успел предупредить пассажиров о столкновении. Предполагаемый виновник ДТП, тот, кто был за рулем большегруза, задержан. Андрей Кузнецов передает с места событий. Все произошло здесь, на трассе М8, недалеко от города Ростов, Ярославской области. Пассажирский автобус на полном ходу врезался в грузовик, который выехал с второстепенной дороги. О том, какой силой был удар, можно судить по повреждениям передней части автобуса. Это был обычный экскурсионный тур. Школьники, учащиеся гимназии из Екатеринбурга, накануне побывали в Москве и Переславле-Залесском. Утром выехали в столицу Золотого кольца, Ярославль. ДТП произошло, когда до пункта назначения оставалось менее 100 километров. Посыпались стекла, ну и крики, что быстрее выходим из автобуса. Больше пострадали, которые были с левой стороны, видите, с левой стороны автобуса. Ольга Ковалева сидела на переднем ряду и своими глазами видела, как перед автобусом на дорогу выехала грузовая машина. В эту поездку педагог одной из екатеринбургских школ поехала в качестве сопровождающей. Уверяет, при посадке в автобус проконтролировала, чтобы все дети были пристегнуты. Впрочем, момент аварии некоторые все же оказались без ремней безопасности. Звук был, резкие торможения. Потом все резко упали. Когда я подняла голову, увидела подругу, сидящую на среднем сидении, с лицом, всем целиком в крови. Я не была пристегнута, потому что я спала. Татьяна от удара вынесла в проход между креслами. Девушка только чудом не пострадала. А вот ее одноклассница с переломом носа оказалась в больничной палате. Мы просто врезались в какую-то очень большую машину. И я тоже сначала подумала, что все было хорошо. Еще мы не могли очень долго выйти из автобуса. Я вообще не понимала, почему. Потому что было очень плохо водитель. Он вообще ничего не мог сделать. Всего в автобусе было 38 детей самому старшему 16 лет. Четверо сопровождающих педагогов, медик, гид и водитель. В больницу Ростова на автомобилях скорой помощи с места аварии доставили 16 детей и двоих взрослых. Все дети в состоянии средней степени тяжести и легкой. Сотрясение головного мозга, закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы лица, рваные раны лица. Водитель автобуса попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Мужчину срочно прооперировали, но несмотря на все усилия врачей он скончался. Все документы предварительные, по предварительной информации у него в порядке. Автобус соответствует тем требованиям, которые, возможно, для перевозки детей. По словам очевидцев, буквально за секунду до столкновения он предупредил пассажиров об опасности. Благодаря этому многие успели сгруппироваться, что позволило избежать еще большего количества пострадавших. Предполагаемый виновник ДТП, водитель грузовика, который не уступил дорогу автобусу, задержан. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности причинили тяжкого вреда здоровью». Проверку проводит и Следственный комитет. Оценка также будет дана действием организаторов, тура и сопровождающих. 23 школьника и взрослые, которым не потребовалась помощь после осмотра врачей, вечером отправились дальше в Ярославль. Еще 15 участников тура пока остаются под присмотром медиков. Минувшую ночь они привели в районные больницы. Тех, чью состояние не вызывает опасений, могут выписать уже сегодня. Но некоторым пассажирам автобуса наверняка придется задержаться здесь минимум на несколько дней. Андрей Кузнецов, Алексей Исаев, Илья Коротков. Первый канал. Ярославская область. Продолжение следует...